Встречу на территории городской мечети накануне 9 мая уже можно назвать традицией. В этом году здесь она проводится в пятый раз. На нашем мероприятии присутствует не моноэтническое, представленное, не татары или какие-то не мусульмане, а это общий срез, срез города. То есть здесь люди различных национальностей и различных конфессий. То есть вот это очень важный момент в духовном патриотическом воспитании. У нас одна история, одна страна, подчеркивают организаторы. Вместе плечом к плечу мы ковали победу. За одним столом встретились люди разных национальностей и вероисповеданий, почетные горожане и гости. Но все слова и поздравления в адрес главных участников праздника – ветеранов. Стойко и мужественно сражались наши солдаты и офицеры. В тылу, не зная покоя, не зная сна, отдыха, трудились женщины, старики, подростки. Они ковали и приближали Великую Победу. Именно поэтому этот светлый праздник Великой Победы занимает особое место в сердце каждого из нас. Уже по традиции поздравления на двух языках прозвучали от имам Хатыба соборной мечети, после чего были прочитаны аяты из священного Корана. Их посвятили павшим в годы Великой Отечественной войны. Делились со своими воспоминаниями старожилы. 515 дней на фронте. Прошел с боями Украину, Белоруссию, Германию. Брал Берлин. Вспоминал почетный гость из города Королева. Ветеран Великой Отечественной войны. За одним столом с ветеранами и самые маленькие участники праздника – ученики школы, воспитанники детских садов. В день встречи они представили музыкально-поэтическую композицию. Для них такое мероприятие – это возможность встретиться с ветеранами. Организаторы надеются, что такие события останутся в памяти молодых поколений, а значит связь со своей историей не прервется.